Готов выйти на новый уровень? Тогда сегодня тот самый день. ЗОЖ доступен каждому. Это проект Анастасии Титовой. Девушка давно мечтала сделать что-то полезное для молодых и амбициозных. Три года работы в сфере молодежной политики не прошли зря, и теперь у нее свое молодежное движение. Стар Дан идет сбор единомышленников. Если вы ищете себя, хотите поменять образ жизни, вы определенно поколение ЗОЖ, и это не только про физическое здоровье. Здоровье бывает как психическое, так и физическое. На физическое все внимание обращают, а на психическое, к сожалению, нет. Поэтому в нашем проекте, не сразу, но чуть позже, после сбора нашей команды, после того, как мы проведем несколько акций, мероприятий, мы обязательно пройдем ступень марафона. У нас будет девятиступенчатый марафон про то, как изменить свою жизнь и изменить свой образ жизни в целом. Для этого будут тренинги и мозговые штурмы, психологические и медицинские лекции. Поколение ЗОЖ – всероссийское движение. Его последователи рассказали, как вступить в их ряды и повысить качество жизни. В этом поможет тот самый девятиступенчатый марафон. Своего рода ориентир для личностного роста и развития. Ступень выбираешь сам, что больше по душе. В обществе очень тяжело, на самом деле, состояться, всем тяжело состояться. И когда нет поддержки, это крайне тяжело. Поэтому мы для этого создаем наше общественное движение, чтобы мы все вместе могли друг друга поддерживать, делиться всеми своими впечатлениями и думать, как мы можем сделать округ наш еще лучше. Тем более, что главные векторы обозначены – творчество, спорт, культурно-зрелищные мероприятия, благотворительность. Первую такую акцию провели на презентации проекта «Разыграли Толстовку». Особое место занимают гонки с препятствиями. Они появились в Великобритании 30 лет назад. В Россию пришли в 2013-м, а в прошлом году стали видом спорта. И сейчас набирают обороты. В Одинцово тоже есть спортсмены, которые участвуют в спортивных забегах, участвуют в гонках с препятствиями. И такое направление поддерживают. С каждым годом таких людей становится все больше и больше. И вот мы решили тоже развивать это направление именно в нашем городе. И в дальнейших планах, в ближайших, это провести гонку с препятствиями уже в нашем родном городе, в Одинцово. Потому что здесь есть все необходимое для этого. То есть люди, которые хотят это делать, есть люди, которые хотят участвовать. А пока идет поиск партнеров и инвесторов, чтобы сделать забег на высшем уровне по пересеченной местности с разного рода препятствиями. Гонки испытают вас на прочность, подойдут как спортсменам, так и всем зоживцам. И быстро набирают популярность среди молодежи. Любой человек может воспользоваться предоставленной инфраструктурой в городе. Там турники, брусья. Но не каждый человек знает, как это правильно делать. И себя иногда сложно замотивировать. А когда ты находишься в какой-то компании людей-единомышленников, это гораздо проще. Меня очень радует то, что пошла такая тенденция, что молодежь активно занимается спортом, старается вести здоровый образ жизни. И мы тоже поддерживаем все это, поэтому стараемся создавать какие-то мероприятия. Я надеюсь, что их будет много в ближайшем году, для того, чтобы ребята смогли проводить с пользой для себя и активно свое свободное время. В проект принимают ребят от 18 и старше, волонтеров от 16 лет. Стать его членом просто. Нужно прийти в комитет полезного действия, который находится на первом этаже ГДО по адресу улица Маршала Жукова, 30, и заполнить анкету. И своим примером показать, таким же, как вы, что здоровый образ жизни доступен всем, и за ним будущее. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».